Доброго времени суток. Репортаж из гаражей. Ну и сегодня у нас будет на обзоре вот такая штукенция. В примере я покажу, в чем бывают проблемы, что значит сварные швы и почему начинает конструкция вроде, видите, красивая, вроде недорого, но случается вот такая вот херотень. Это, естественно, у нас сейчас в нашей жизни очень часто. Все мы хотим, в том числе я люблю очень халяву, все мы любим, да, типа Мерседес по цене жигулей. Вот она самая основная проблема – качество. То есть дешево не может быть качественно. Мерседес не может стоить как жигулей. Вот смотрите, просто сварной шов. Кто-то это варит, вот смотрите сюда. Видите, здесь даже видно, что вот здесь было соединение и видно, что оно просто оторвалось, ребята. Видите, даже никто не варил. Сцапнули, жамнули, капнули, тяп-ляп, хромом покрыли. Вот, видите, было. Это прым. То есть о чем говорит такой сварной шов? О, не проварить. Даже рядом не зацепили. Видите, просто как сопля оторвалась она вот от этой части металла. То есть тут, видимо, может быть, хорошо что-то приварили, неизвестно, да. Просто она… А здесь она просто тяп и слетела. Как я спросил про Экстул, ему всего полгода, хотя это может быть уже и много, я не знаю, как на сегодняшний день. Конечно, как на нем сидели люди, как на нем качались, поэтому я судить не могу. Сказали, что ему полгодика, да. Но… Также и металлоизделия. Один в один. Как то, если сварит, или что-то кто-то покупает, вы смотрите, блин, что там, где закапали или захреначили. У меня металлоизделий много, я стараюсь всегда на швы внимания обращать. Многие даже сварщики, ну, может быть, специально пишут, да ты там на хрена так варили, там все будет держаться сто лет. Я говорю, понимаете, она… Вы уверены, что вот такая у вас херня не произойдет? Это ладно, если человек там не повредился, да, не опасная конструкция. А если конструкция ответственная, на голову упадет, какой-нибудь навес там кто-то что-то сделал большой, тяжелый, или мангал тоже здоровый, упадет нахер. А если там дети, что случится, кто будет отвечать? Ну и, конечно, он у меня не просто так тут оказался, ребята. Мы его постараемся сегодня вылечить. Я думаю, здесь просто металл, насколько он тонкий, естественно, я думаю, он тонкий. И подкрыт он хромом. Что надо делать? Мы сейчас все это дело счистим, счистим и попробуем заварить. И, естественно, проверим. Посмотрим, где тут может быть еще у нас что-то. Но это мы сначала подлечим один, потому что здесь, когда уже с вами походить, то есть этот шов уже где-то, может быть, где-то начало его ломать. Вот видите, труба похожа. Вот тут хорошо, видимо, сварен. Этот шов, имейте в виду, когда рвется за уже швом, а не сам шов отлетает или он рвется, то есть вот это значит хороший шов сварной. Видите, уже если вот тоже тут на примере, вот тут где-нибудь вырвал металл, вырвал, сломало, оторвало. Но не сам шов, вот здесь сорвался сам шов. А если было вот тут из металла, то значит сварка хорошая, а металл за мной. Ну, от чего случается вот такая вот, естественно, от неопытности. Неопытность, в чем вы скажете, заключается. Элементарно, неправильный подбор тока, не направлено на сварочные там электроды, или у вас там что, полуавтомат, или там кто чем варит. То есть здесь зацепили, туда вроде похоже. То есть человек, это просто спешка, спешка, маленькая оплата труда. Люди, быстрее, быстрее, ему надо сделать 100 или там 500 этих стульев. И он гонит, какой там попал, прилепило, раз, не оторвалось. Все, какая хер разница, зарплата, кто у меня там будет за качество, спрашиваю. Я сам работал, сам вам скажу, быстрее, быстрее, недорого и красиво. Все, погнали, краской там облили, залили. Все, дешево, что еще надо? Ну, а сломалось, блин, быстрее, новый купят. Поэтому какие там претензии, выбросили люди, пришли там, и, как говорится, пришли еще раз. Подошли. Здесь уже, конечно, я говорю, то есть выбрали правильно сварочный ток в зависимости от толщины металла. Понимаете? Ну, металл тоненький, значит, только надо очень аккуратно варить. Чем, естественно, металл толще, шток больше. И погнали шпарить, чтобы у вас металл проварился. Ну, я говорю, и, конечно, нужно направлять на два изделия, которые вы между собой сварите. Надо, чтобы они у вас расплавились, и потом вот этот сварочный шов соединился и их сплавил. Вот здесь, вы видите, опять же, ни капля, молодцы. Все-таки длина шва тоже влияет. А если с двух сторон, будет еще лучше. Я почему и люблю для надежности, смотря какая у вас конструкция. Не говорю, если она уже ответственная. То есть мне начинает, да она будет держаться, там один сантиметр держит одну тонну. Таких специалистов мы уже были, видели, мы знаем. Это просто, я не знаю, какая-то клоунадия. Вот видите, здесь, для чего они сварили, вот, во всю практически длину. Аккуратно все сварено, посмотрите. И здесь молодцы, в принципе, да. Вот. Но где-то они немножко, скажем так, лоханулись. Хочется мне зафирать, конечно, работяг, потому что я знаю, что в такие бывают клещи, в такие виллы их поставят, что им приходится хорошо еще вот так вот сделать, да. Хоп-хоп и готово. Так, сам уже, если показывать, на примере, заливать шов, это надо сделать и отдельный репортаж, отдельный прямо показать, много объяснить людям, чтобы все было подробно и ясно. Тоже суетиться нельзя, но, к сожалению, у нас сейчас царит спешка в нашей жизни. Погоня у всех, погоня за баблищем. Вот я сам варю, допустим, на таких, которые бывают люди, вот видите, это чисто прихватка временная, да, чисто, чтобы он даже может был сорвать. И вот здесь вот такие капельки, конечно, если их можно посильнее проварить, он металл тонкий, он схватится, да. Но это именно вот так вот делается для того, чтобы прям быстро хоп-хоп-хоп, быстро так, чтобы можно было сорвать, поменять. То есть, он, видите, недоработан, да, дизайн еще не доделан. Поэтому мы предусмотрим так, чтобы тут не отрезать, не делать. Вот. Но, как я говорю, конструкции, когда вы уже берете вот за такую, на которой сидит, да на нем человек может 150 кг сядет, да еще решит покачаться, отклониться, конечно, она пойдет у вас в пух и прах. Вот почему тут, может быть, надо два. Ну, кто будет за это платить, сами понимаете. То есть здесь вполне хорошая конструкция, я имею в виду, цена, качество, я думаю, соответствует. Такие стулья, ну, сейчас я стою, не знаю, в районе, наверное, тысяча они стоят. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, конструкции, допустим, бывает еще сиденье там грутящиеся. На что обратить внимание? Конечно, она пластмассовая, имейте в виду, отлетела, прожгла, особенно там кожа, где их она вашему стулу, некрасиво, пластмасс. Вот тут я варить, видите, сварилась напрочь, вот такая вот пластиковая заглушка. Просто, хотя, как вы могли видеть, она, тут был немощный провар, просто я старался идти, и то она тут же начала плавиться, аж выскочила. Вот такой вот я захерачил, так скажем, один слой, видите, так, небольшими накидочками, потому что металл тонкий, я боялся его прожечь. Сами видите, вот металл тонкий. Таким, так сказать, торопиться не надо. Вы могли видеть, здесь никто ни перед кем не понтует. То есть, не спеша посмотрели, капнули, главное, ничто, нигде. Можно накрыть, может быть, сырой тряпкой накрыть. То есть, вот она прихватилась. Сейчас я подзачищу, и, наверное, пройдусь второй раз. Сейчас мы его поставим, посмотрим. Вот я его поставил, стоит как новенький, вот она, видите, у нас место, можете убедиться. Вот тут, я еще думаю, может быть, сейчас капнуть, как я и говорил. То есть, с двух сторон, раз уж взяли, варится. То есть, металл, это, я думаю, может, не ржавейка или еще. Да нет, что-то это такое. Варится без проблем полуавтоматом. Ну, тут я не буду портить, сейчас она может, у нас, скажем, все это, пластиковая заглушка, держится и держится. Это я уж, сейчас, наверное, еще второй раз, сейчас немножко подостынет, чтобы, потому что вот это нагреется, еще в сиденье начнет платье, было такое. То есть, когда хорошо проваривать начинаешь, тут торопиться тоже нельзя. Меня там один торопил, говорит, давай, я там нахрен расправился, пластмасска. Поэтому всегда тоже надо думать. Вот он, сейчас я рукой через перчатку, здесь и то, блин, горячо, и все это передается на пластмасс. Так что тоже об этом надо думать. Вот, как вы видите, я шов подзачистил, да? И сейчас еще раз пройдусь, то есть, увеличу катет шва, то есть, его усилю, усилю, понимаете? И еще с другой стороны, то есть, потому что где-то металл, может, уже где-то усталость там быть, да, все-таки разорвали. Я сейчас с второй стороны зацеплю и покажу вам. Посмотрим, как еще подусилим чуть-чуть, потому что и не прожарить. Можно лучше тут торопиться, но нам нужна. Вот так я считаю, оп, все, но я считаю надежно. Металл может, конечно, перегреться, но мы рискнем. Вот сейчас я захватил со второй стороны. И еще. Вот пришлось, я даже тряпочку туда положил сырую, потому что металл очень нагрелся. Я даю еще паузу, не довариваю. КОНЕЦ 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 здесь я увеличил намного катит шва сам видите, видите какое чем просто чем вот здесь еще раз показываем видите, все культурно у них еще решил тут сплавить смотрите, то есть труба практически варена видите, пол трубы сохвачена вот пошло отсюда, сюда и здесь вот я хватанул видите все очень просто то есть я здесь усилил я сюда не полез, потому что уже искры туда уж не стал я загоняться так что получился у нас вот такой сегодня стульчик видите, все без проблем так что берите, ремонтируйте кто себе, кто за деньги так что и будете может быть зарабатывать себе на хлеб ну а так по швам смотрите у меня вот и мангал тут есть я сейчас наварил, репортаж интересует про мангалы различные модели у меня, видите, тут бак я тут вот для воды мне один тоже все спрашивает а как ты лечишь, как ты делаешь вот сейчас я достал будем объяснить так что можно сказать кто-то мне может быть даже с помойки принес я не знаю может быть сам на нем кто сидел так что мы сделали заработали зарабатывайте вы на сегодня все, спасибо подписывайтесь подписывайтесь будет следить за новиночками задаем вопросы что можем, так сказать ответим, что знаем что хотите чтобы я вас снял по возможности тоже постараемся вас снять хотя у нас, как вы видите бывает работа я этим денежки зарабатываю поэтому я иногда не могу все желания исполнять так что смотрите следующие репортажи до новых встреч субтитры субтитры сделал DimaTorzok